В Кирове 13.05, да, это действительно программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Здравствуйте. С своим особым мнением сегодня в нашей студии Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес.Информ». Азиз Альич, добрый день. Здравствуйте. Давненько не бывали мы вместе с вами в нашей студии. Дело в том, что наши гости, благо, лет-то путешествуют. Но, кстати, не только гости, но и ведущие, напоминаю, программы «Союз с нерушением». Есть ли жизнь за пределами Кировской области? Есть. Есть жизнь. Есть живая жизнь. Лето. Люди путешествуют, отдыхают. Вот. Очень многое... В общем, все своим чередом. Да, все идет. Давайте сейчас остановимся на некоторое время. Ну, может быть, такое продолжительное время приведем в Баку. Да. На самом деле, вы буквально только что вернулись оттуда. Впервые в Баку 8 августа, напоминаю, состоялась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Ирана. Путин, Алиев и Рухани собрались на переговоры. И вот в рамках этой встречи, я так понимаю, вы рассказывали предварительно, проходила деловая встреча, да? Между российскими представителями и азербайджанскими. В рамках вот этой встречи Путин, Рухани, Алиев на гостеприимной азербайджанской земле проходило заседание, расширенное заседание российско-азербайджанского делового совета. Руководителем Коева является Фродков Петр Михайлович и Азербайджано-Российского делового совета, это зеркальное отражение там. Вы давно входите в этот совет? Я один из учредителей этого совета, и с момента, он и недавно создан, на самом-то деле, то есть всего лишь навсего, в апреле мы первый раз собирались. А что предпосылками было для создания? А предпосылками было поручение, я так понимаю, непосредственно президента. Почему? Потому что в рамках санкционной политики нашей стране необходимо активизировать связи, собственно говоря, с теми, с кем мы исторически, экономически многие годы были связаны. И особенно с экономически сильными странами на территории бывшего СНГ. Азербайджан входит в число таких стран, которые последние десятилетия динамично развивались, и между Россией и Азербайджаном достаточно большой объем торговли, исчисляемый десятками миллиардов, и в результате падения цен на нефть получилось, что в долларовом выражении товарооборот упал, хотя физически он никуда не делся. В долларах, как говорили, да? Ну, расчет идет в долларах, да. Но сейчас все активнее и рублевые происходят операции, и я думаю, что это должно в конечном итоге стать одной из целей, но это уже, так сказать, большая политика. То есть, азербайджанская страна соглашается на расчет? Конечно, потому что в Азербайджане действуют российские крупнейшие банки, Убербанк, ВТБ, которые готовы давать кредиты в рублях, которые азербайджанские предприниматели могут использовать для того, чтобы закупать в России какие-то товары. В основном, что очень хорошо для российского экспорта, в Азербайджане закупают российские промышленные товары, которые можно вложить в конечном итоге, использовать как инвестиции в Азербайджаны, и снова возвращаться к торговле с Россией. Увеличивая, тем самым товарооборот, потому что рынок наш сейчас в результате того, что идет определенная санкционная война, она для азербайджанских товаров открыта. И я вам скажу, что развитие, я увидел именно с учетом перспективы работы с Россией, очень в Азербайджане идет мощное развитие сельского хозяйства, связанное с производством овощей. И у нас, и российскую сторону, в первую очередь, как раз-таки сельхозпродукция, да, в азербайджанских действиях? Да, да, потому что великолепные овощи из Азербайджана поставляются сейчас как бы в Россию в хорошей упаковке, хорошего качества, потому что нет необходимости, ну, в Азербайджане есть эти овощи, нет необходимости пичкать эти овощи там всякими удобрениями, чтобы они там какие-то особенные были. Возможно, там технические какие-то проблемы на границах, но это именно техническая проблема. Вот, и в Азербайджане есть прекрасные, уже теперь скажу, вина на очень высоком уровне качества, то есть вина, значит, вино, это результат солнечных дней в году, а Азербайджан в Азербайджане... Азербайджану повезло с этим, в том числе, даже иногда, чем в Италии, вот, и поэтому великолепные вина, то есть я думаю, что это тоже может быть там предметом взаимодействия, ну, и вот скажу, что вот такой идет товарообмен. А стоимость этой продукции еще? Азербайджанской имею в виду? Ну, вы имеете в виду, что овощи или... Овощи, вина, фрукты? Да, они, в принципе, все достаточно недороги, вот, недороги в том смысле, что, конечно, есть там элитные какие-то, это элитная продукция, те же вина там уже, вот, все-таки винная традиция Азербайджана тоже достаточно длинная. Ну, дешевле или дороже, чем та продукция, которая никогда... Дешевле. Из Европы. Дешевле. Дешевле, да, да, дешевле. Я думаю, что если Азербайджан в этом направлении еще больше будет развиваться, то нас ждет, собственно говоря, ну, скажем, падение цен на эту продукцию, с учетом того, что на юге России тоже развиваются овощеводческие хозяйства. Единственное, что скажу, что так вот, чтобы широко и расширенно эти вопросы там не обсуждались, там все-таки двухсторонние встречи были направлены на то, чтобы достигать каких-то соглашений между субъектами, да, я думаю, что есть необходимость проведения более конкретных встреч с Азербайджаном. Ну, скажем, вот, по конкретным отраслям, по направлениям там, а с нашей стороны с конкретными областями. То есть мы можем поставлять свою продукцию на территорию Азербайджана и потребность огромная там на производимые на лепсе этих же там шлифмашинки или мясорубки там и чего угодно, да. И есть необходимость, наверное, выйти и обсуждать вопрос по продукции там завода первого мая. Ну и так далее, чего мы производим. Там точно вакцины, которые на налег там презентуют уже, уже новые инвестиционные. Кстати, а представители этих предприятий тоже там были? К сожалению, нет. Это я могу вам сказать, что так как эта встреча готовилась к некоторой спешке, вот, ну, видимо, не запланирован выезд был, это Российское Азербайджанское деловое сове по Азербайджану, то не все удалось сделать, ну, потому что были на то там объективные определенные причины. Ваша функция в чем заключалась, ваша роль? Моя функция заключалась, что я, как член, так сказать, этого совета, я представлял, пытался представить и представлял продукцию Кировской области, в том числе и после моей встречи в правительстве Кировской области с Кузнецовым Алексеем Борисовичем, который сказал, что да, я могу приглашать сюда предприятия объявления в том числе. То есть я, собственно говоря, сделал все, чтобы по возможности Кировскую область представить именно в виде одного из контрагентов будущих Азербайджана во всех этих взаимоотношениях. Какая интересная ситуация. Вы едете из Кирова, да, и на исторической родине представляете то, чем занимаются здесь. Да, да, но тут это ведь очень хорошо, потому что я, вы знаете, что говорю на азербайджанском языке хорошо и, слава богу, на русском языке. Я гражданин России, хотя и урожден, так сказать, рожденный в городе Баку. Ситуация интересная. Она, конечно, вызывала определенные интересы и любопытства и у азербайджанцев, с которыми, которым представляли меня как члена российского, так сказать, российской стороны. И я, по ходу, с ними мог общаться и на азербайджанском языке. Для них это было там... Ну, то это проще намного, конечно. Да, гораздо проще. Вы брали с собой какие-то буклеты, не знаю, вот показывали, смотрите, что... Ну, что-то было у меня с собой, да. Но я хочу сказать, что потенциал, в принципе, сотрудничество есть. Там, ну, я уже, наверное, пообсуждаю это там с Кузнецовым, по возможности, расскажу ему. Но те ниточки, за которые дергая, можно выйти именно на плодотворное сотрудничество. Я напомню, почему именно с Алексеем Борисовичем, потому что именно он экономический блок, курирует в правительстве. Да, да. И, ну, и вообще, вы знаете, что мое глубокое убеждение, что развитием области должно руководить не какой-нибудь министерство, там, не заместитель по торговле, там, не заместитель по промышленности, не заместитель по финансам, а именно заместитель председателя правительства по экономическому развитию. Он и должен видеть все эти, как бы, дорожки, ситуации, перспективы, и он и должен давать направление всем остальным заместителям председателя правительства по развитию. Каковы дальнейшие шаги в этом сотрудничестве нашего региона с Борисовичем? Я думаю, что нам надо сейчас обсудить, и у меня есть уже какие-то конкретные контакты, выйти на эти контакты и пытаться за эти ниточки завязывать более широкие отношения. Но пока конкретных целей и задач не ставится, это насколько это? Ну, я их сам себе ставлю. То есть мы сейчас, в том числе с Эльнуром Гусейновым, добиваемся того, чтобы один из, ну, воскопоставленных там, из азербайджанской стороны, либо представителей структур близких к государственным, либо из министерства экономики Азербайджана, приехал сюда, чтобы мы могли провести встречу с кировскими предпринимателями, чтобы рассказать о перспективах, и затем сформировать, так сказать, уже не просто там выставочную делегацию, а делегацию на завязывание конкретных взаимоотношений с азербайджанской стороны. Это планы этого года? Или пока трудно говорить? Пока трудно говорить, с учетом происходящих пертурбаций, и у нас в области, и на территории Азербайджана тоже происходят изменения определенные, да? Пока сложно говорить, но будем пытаться сделать это в этом году. Чем быстрее, тем лучше. Значит, небольшая пауза, давайте прервемся, и скоро будем продолжать. Напомню, что сегодня это особое мнение Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». Мы с Баку возвращаемся в наш город. 28 июля, напомню, был отстранен в связи с утратой доверия от должности губернатора Никиты Белых. В тот же день был назначен временно исполняющий обязанности главы Кировской области Игорь Владимирович Васильев. Мы еще не слышали ваше мнение в эфире об этом человеке. Вот как вам такая персона именно с таким опытом работы? Всем известно, откуда, Игорь Владимирович, пришел. Ну, сложно говорить о своем мнении об Васильеве, потому что в тот день, когда в Совете хозяйственных руководителей он встречался с участниками бизнеса, или с бизнесменами, я как раз был отсутствовал. Да, я как раз был в Баку. Хотя у меня был выбор, но мне казалось, что мы, наверное, будем иметь возможность еще лицезреть друг друга и, может быть, даже побеседовать на те или иные темы. Ну, можно Вас в целом назвать коллегами как-то на тот же аудит? Коллегами? Да. Ну, в этом смысле, наверное, можно. Коллегами, которые заинтересованы в развитии Кировской области, я думаю, что тоже можно назвать. Теперь мы коллеги еще и с ним, потому что мы живем в одном городе с ним. Да. То есть, если... Вопрос в чем? Что мы ищем? Если мы ищем общие, как бы, интересы, то мы их всегда найдем. Если мы ищем то, что нас разделяет, мы тоже всегда найдем. Ну, вы, безусловно, уже читали, слышали, да, что за первые дни пребывания в нашем регионе Игорь Васильев много говорил уже об открытости, о диалоге, давайте сотрудничать, обозначил там точки роста Кировской области. Вот, да. Все это изучили? Я все изучил, я слежу внимательно. Да, потому что это же ключевая фигура. Ну, Никита Юрьевич тоже был открыт. Когда приехал, вопрос в том, во что это выльется в конечном итоге. То есть, я бы хотел, чтобы это все вылилось не просто там, ну, вот, показал себя открытый там, а потом устал от открытости, закрылся. Вот, а открытость же это способ, это не сама цель, это способ для чего-то. Для достижения чего-то. То есть, хозяйство молоко, промышленности, значит, то, что у нас уже есть там, да, ну, то есть, в этом направлении, ну, есть, да, хорошо. То есть, приглашение возвращаться тех, кто поменял место регистрации, вопрос работы с инвестиционным климатом. Но мне нравится, что человек говорит о местном бизнесе, потому что я вот неоднократно говорил, что инвестиционный климат, абстрактно о нем говорить хорошо. Когда мы конкретно говорим, то ни один инвестор не приходит в регион, где себя плохо чувствуют местные предприятия. То есть, вот вам, как бы, один из ключей к пониманию, значит, инвестиционно привлекает. И инвестор, наверняка, в первую очередь, узнает, как местные. Интересуется у местных бизнесменов, как у вас, там, и так далее. То есть, его все эти базы законодательные, там, рейтинги похвальные, там, еще какие-то статьи, они интересуют. Ну, и сама реклама, там, может быть, руководителей, там, разного уровня интересует. Ну, как бы, следующий, следующим пунктом. Прежде всего, он начинает собирать информацию тех, кто работает здесь, а каково здесь работать. Вот, и поэтому, я думаю, что если мы стараемся, значит, условия деятельности для наших предпринимателей, для нашего бизнеса сделать максимально хорошими, то это непосредственно скажется на инвестиционную привлекательность. Поэтому, ну, какое у меня мнение? У меня мнения особого пока у уважаемого губернатора нет. То есть, кроме того, что с уважением отношусь к людям, которые занимают определенные должности ответственные, и всегда готов им помогать. Вот, и кроме того, что, ну, значит, надо ставить цели, надо готовить определенные инструменты, аппарат для достижения этих целей. Вот, а то у нас всегда были, есть и будут очень серьезные проблемы с проектным управлением, с достижением целей, то есть с пересмотром каких-то там показателей. Проблемы были с реальностью тех или иных показателей, да, то есть проблемы с тем, чтобы мелкие какие-то достижения или обычные вещи пытаться показывать, как там супер достижения, да, хотя при этом хочу вам сказать, что у нас и во время правления и Белыха у нас были определенные достижения, да, для меня это вот линия преемственности, там, Сергеенков, там, Шаклеин, Белых, то есть были вещи, которые там начинались при Сергеенко и там и заканчивались при Белыхе, соответственно, пришел новый губернатор, он наследник того, что делали до него, и что должен завершить, что было начато до него незавершенно, и после него будут его последователи, следующие. И вот это, я считаю, что любой человек, который приходит на определенную должность, должен это иметь в виду. Если он только ограничивается пониманием себя и не думает о том, что было до него и после него, то это уже серьезнейшая ошибка. И любой человек должен заранее готовиться к тому, чтобы тот пост, который он сегодня занимает, он должен будет рано или поздно оставить по тем или иным причинам. Но сам не уйдет, могут, значит... Уйти. Уйти. Ну, в конечном итоге Господь Бог сказал, что ничто не вечно под луной, и как бы ваша должность тоже. Вот одна из его встреч была посвящена разговору с руководителями высших учебных заведений, да? Да. Воскреского гостя, где Игорь Владимирович предложил создавать каждую резерв высших кадров, да, в области. Действительно серьезная тема этот вопрос? Вопрос очень серьезный. Поднимать надо? Потому что мы... Его надо поднимать, потому что мы этот вопрос упустили со времени создания нашего государства и роспуска Коммунистической партии Советского Союза. Серьезно. То есть партию нужно какую-то опять создать? Нет, нет, нет. Нужно систему по работе с кадровым резервом. Партии уже созданы в бесконечности, толк как бы от их деятельности. Я не вижу, кроме того, что в тех или иных партиях все время всплывают, на поверхность всплывают как бы политиканы, люди, ничего не сделавшие, не достигнувшие, но умеющие говорить, лизоблюдствовать там и так далее, и так далее. Это совсем другая тема и другая история. Об этом мы неоднократно с вами говорим. Вы про кадровый резерв? Мы говорим про кадровый резерв. То есть система работы с кадровым резервом. Нужен кадровый резерв? Нужен. Губернатор об этом сказал, это здорово. Сегодня, я считаю, что как только он сказал, нужно нам написать 1, 2, 3 человека уже на его должность кандидатов. То есть это первое, с чего мы должны начать. И поэтому, когда я, например, я не шутил, когда говорил, что, например, у нас есть человек, который может сегодня занять позуку важна, Андрей Вавилов или Эдвард Носков. Ну и можно еще. Я, Вавилову, потом говорил об этом в прямом эфире, что его немножко ошарашило. Я его ошарашило, но он выкрутился. Да. Значит, и понятно почему. И понятно почему. То есть вот эти люди. А дальше, смотрите, а кто будет этих людей выдвигать? Если это будут министерства выдвигать, правительства. Никуда мы не денемся от кумовства и от отношений. Я думаю, что те люди, например, которых вы критикуете или я критикую, они скажут, что этих людей нам не надо видеть в кадровом резерве и так далее. То есть это должен быть кадровый резерв. Это должна быть бумага, на которой написано «кадровый резерв». Ну, там, кто-то там на должность губернатора. А дальше этот список должен быть свободным, пустым. И после этого человек там, например, кого-то выдвигает. Он говорит, ладно, ладно, мы имеем в виду этого человека. И мы даем ему поручение, проект. И вот твое направление занимайся. Покажешь себя, попадешь в кадровый резерв. Не покажешь себя. То есть уже, чтобы не всякие там структуры, там, вот ты был членом общественной палаты, или там, который все равно до сих пор не занимает того места, которое оно должно занимать, несмотря на то, что там есть определенные уважаемые люди, все равно оно все еще является не пронародным, а проправительственным. Вот это осталось. Хотя существенный скачок, как бы, произошел существенный. Но, тем не менее, до сих пор еще, да. То есть список, он должен пополняться людьми, которые реально, существенно что-то сделали, чего-то достигли своими действиями или имеют там за плечами там серьезные вещи, причем не связанные там с бюджетом, не связанные там с какими-то проправительственными структурами. Например, там кто-то там зампредседателя, а его брат там руководитель какого-нибудь там, какой-нибудь организации. Ази Савельевич, вы в одночасье многовековую систему собираетесь разрушить, да? Кумовство или понебратство. Во все времена это было, по-моему. Вот вы сказали разрушить, а я вот по-другому бы сказал. Я хотел бы сказать, что я хочу создать. Я не хочу разрушить систему, я хочу создать, потому что той системой, о которой вы говорите, это вообще не является системой. И она является порочной, она является кровососущей, ну не знаю еще какой. Паразитирующей. Паразитирующей. Ну, так что, если мы создадим нормальную, здоровую, креативную систему, где люди будут реально выкладываться не за шкуру свою, а за родину малую, так что, мы это все увидим. Хорошо, ваше предложение, вот первые моменты, первые шаги, опять-таки, по созданию этого кадрового резерва. С чего началось? Первое, надо листок взять и написать список, и сразу обозначить там претендентов, или кандидатов, или резерв на должность губернатора. А дальше этот список оставить пустым. То есть, написать 50 цифр, например, раз это 50, и оставить его пустым. И заполнять его по мере того, как будут проявляться люди, которые за счет своего времени, желание помочь малой родине, значит, какие-то проекты осуществляют, и могут претендовать на те или иные, могут претендовать на кадровый, быть вписанным в кадровый резерв на те или иные там руководящие должности. Как бы под это дело не была создана какая-то отдельная госструктура? Ни в коем случае, ни в коем случае не надо. У нас достаточно сильные общественные организации, которые как раз вот этим могут заниматься. Огромнейший опыт Николая Михайлович Липатников все еще помнит, как эта система при КПСС существовала. отлично, надо попробовать ее, значит, не то чтобы воссоздать, а с использованием того, что было хорошего, создать такую систему. Вопрос, конечно, подлежит обсуждению. Нужно, понятно, что какую-то группу создать, которые будут этот вопрос обсуждать, да, там, принимать любые предложения. Но в этой группе должны быть незаинтересованные люди. То есть люди, которые критикуют, которые несогласны, которые там, ну и так далее. То есть они так, что вот, посмотрите на общественные советы при министерствах. При всем том, что туда иногда входят уважаемые люди, ну, на бумаге созданы советы. А еще одни и те же люди в трех, в четырех советах. Да, совет. Посмотрите на советы, там, созданные при федеральных структурах. Ну, кроме совета, которым руководит, там, значит, там, два или три, там, уважаемых человека, там, да, все остальные, ну, пустое место, там, не решают вообще никаких вопросов. Пора на рекламу нам сходить. Полтора минуты, и будет продолжаться особое мнение. Да, это особое мнение. Сегодня особое мнение Адиза Агаева, директора аудиторской конфликционной компании «Бизнес-информ». Еще немного предлагаю поговорить о временно исполняющем обязанностях губернатора Кировской области Игоря Васильева. РИА Новости дал вам большое интервью накануне, где стало известно, что Владимир Владимирович собирается идти на следующие губернаторские выборы. То есть в сентябре, в сентябре уже 2017 года, да, я говорю, вполне, закономерно. Ну, система-то уже такая отработана была, да, когда назначается? Во многих регионах, когда назначается, потом идет на выборы и становится уже официально избранным. Ну, честно говоря, у него есть год для того, чтобы показать, что он, там, достойный и достойный. Например, если бы сегодня, там, прошли бы выборы. Если бы сегодня выборы прошли, я бы, наверное, в растерянности. Ну, да, ну, пошли бы выборы, ну, и, конечно, учитывая нашу систему, политический порядок подвижения, там, и все такое, да, понятно, что мы бы опять, наверное, посмотрели, кого выдвинула там «Справедливая Россия», кого выдвинула там «Коммунистическая партия», и, наверное, опять бы подумали, блин, лучше бы ни за кого уже не голосовать. Вот. Может быть, ситуация изменится. Во-первых, он может себя показать, там, за этот год, там, да. Ну, так или иначе, он себя показал. Вот это достаточное время для того, чтобы... Да, конечно. ...действительно. Конечно. Это же, в принципе, в планировании это называется краткосрочная перспектива. То есть, у него есть год для того, чтобы поставить и выполнить задачи, которые можно в краткосрочной перспективе решить. Ну, так и пусть решает, давайте посмотрим, как он их решает. То есть, это достаточно. Это будет контакт, это будет уже планы, там, на среднесрочную перспективу, ты посмотришь, какие задачи он ставит на среднесрочную перспективу. То есть, уже можно будет говорить с точки зрения обоснованного, там, экономического, там, управления, там, как он действует. Уже можно будет все это видеть. Вот. Ну, и, может быть, система изменится, и будет реально конкурентная борьба, и мы сможем увидеть реальных наших людей, там, потому что, еще раз говорю, и все еще пока убежден, что у тех, кто приезжает к нам выбраться и поработать, никакой любви к Вятке нет. И поэтому сегодня и Васильев говорит, что, ну, вот меня направил президент, там, да. Ну, да, Белыха тоже президент направил. Тогда еще вы увидели. Да, в Коми, как бы, тоже президент там участвовал, да, там, у заместителей, там, Бастрыкина, которые сегодня тоже, там, арестованы, тоже президент там представлял, там, и так далее, и так далее. Это говорит о том, что президент тоже может ошибаться при направлении. Или он не может предвидеть, как человек изменится, вот сегодня он такой, а завтра, там, он будет такой. Потому что должность – это вещь очень ответственная, и соблазнов, в том числе, всегда много. Вот. Поэтому, а у тех, кто, как бы, на этой земле родились и выросли, и показали себя, там, с той или иной стороны, ну, у них, как минимум, есть уважение, любовь к этому месту, где они живут. Вот. И есть люди, которые могут в случае того, что они неправильно сделали, там, ну, грубо говоря, в лицо плюнуть. Сказать, что вот я с тобой учился, там, мы с тобой дружили, а теперь я тебе руку не подам. Хотя таких мужиков-то осталось тоже очень немного, которые могут смело в глаза сказать человеку, если они его не уважают. Вот. Но есть такие люди. Ну, да, ну, заявил. Ну, не знаю. А с чего заявил? Ну, спросили. Ну, а зачем спросили, пойдете ли вы, значит, на выборы? А когда спрашивали, что думали, что он ответит? Есть вопросы, на которые, как бы ты не ответил? Просто были предположены, что может подготовить просто площадку для какого-то другого кандидата. Есть вопросы, вы как журналист знаете, на которые, как бы не ответил, ошибешься в любом случае. То есть это один из таких вопросов. Сказать «да» — это тоже вроде как, ну, как бы, типа, ну, вообще ничего не значит. Ну, сказал «да». Ну, направит его президент, там, включит ресурс, там, ну, значит, наше законобрание возьмет под козырек, там, пригнется и утвердит, там, и проголосует. Почему мы не знаем наше законобрание, там, которое даже спрашивать не будет, какого это, там, племени и достоин ты, или у нас есть более достоинный. Если успею, то я вам чуть позже задам несколько вопросов про выборы в очередной состав ОЗС. Но все-таки еще момент, касающийся временно исполняющего обязанности главы нашего региона. Василий вздержал свое слово, то, о чем он говорил уже в первые дни присутствия в Кирове, что намерен лично встречаться, общаться и отвечать на вопросы жителей Кировской области. Вот буквально накануне на сайте правительства Кировской области, кироврек.рум, появился специальная кнопочка, специальный баннер, письмо главе региона, как заявил Игорь Владимирович. Вот эта кнопочка заведена на его личный почтовый ящик, то есть непосредственно он все это будет получать и сам отвечать. Да. Вы в это верите? Первое, мы накануне звонили, я открою, это не секрет, накануне звонили в пресс-службу областного правительства, нам сказали, да, действительно, не так. Да. Давайте, наличные почтовые ящики. Окей, окей, окей. Давайте возьмем экономически активное население города Кирова. Давайте возьмем, значит, у нас в Кирове 430 тысяч людей. Почему 430? Ну, 430 тысяч. Ну, город Киров, да? Население сколько? Население, да. 500 с небольшим, по официальным данным. 500? 500 с небольшим. Хорошо, извините за ошибку, но, по-моему, 500 мы не достигаем. Ну, ладно. Нет, 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 не так давно глава города говорил о том, что 513, по-моему. Присоединили кого-то еще или чего-то. Может быть, подорожали. Ладно, в общем, эмигрировали из оконечности области. Там 500 тысяч, значит, экономическая активность, давайте возьмем 30 тысяч. Значит, ну, допустим, что вот это активное население захочет переписываться и писать. Экономические активные населения – это предприниматели? Ну, предприниматели, рабочие, там, кто работает, кто там, ну, то есть, кто приносит, там, ну, работает и приносит пользу, там. Значит, это примерно 150 тысяч человек. Ну, давайте каждый из них один раз в год напишет 150 сообщений, там. 150 тысяч сообщений разделите на 12 месяцев. Вы верите в это? Не верю. То есть, вы говорите, что... Это невозможно... Великобъемы и невозможно обработать. Значит, зачем он это сделал? Потому что у него есть, там, цель вернуть доверие, там, к власти. Он говорит, в случае чего, пишите, я сам непосредственно буду разбираться, там, и так далее, и так далее. Это хорошо. Но вы знаете, что я всегда был противником вручного управления. Должна работать система. То есть, вот, за этим номером и за этим баннером должен стоять только фигура Васильева. А на самом деле, Васильевых дальше этого должно быть полно, кто читает и системно с этим работает. То есть, Васильев не может по определению читать все письма и не будет читать. Будут читать помощники, там, и так далее, и так далее. Его задача выстроить такую систему, чтобы его вмешательства вообще не требовалось. Но народ благодарил его. Да, но народ, чтобы его благодарил. Так это всегда понятно. Об этом, кстати, я тоже всегда говорил, что сколько бы заместителей не было у губернатора, ни один из них не должен себя выпячивать. Они всегда должны говорить, что благодаря деятельности губернатора, там, и так далее, и так далее. Ну, такова судьба номера два всегда. Ну, всегда по жизни, в истории, там, это номер два. То есть, все управляет страной визир, а, значит, царствует по дешах. Ну, вот губернатор царствует, а управляет, там, например, заместитель председателя в какой-то, там, области, там, и так далее, и так далее. Ну, и слава Богу. Вопрос в том, что нужно выстроить эту систему, чтобы все знали, что да, мы написали Васильеву, Васильев лично прочитал, и вот, смотри-ка, результат. На самом деле, Васильев и не читал, а система взяла, приняла и приняла правильное решение, и решила. А вы видели, вы знаете, что так вот система где-то работала? Вот так вот, так и ваша. Ну, вот в таких крупных социально-экономических системах я только, я только советское время помню. То есть, когда ты мог бы написать ЦК письмо Генсеку, очевидно, что Генсек его не читал, но ситуация разрушалась моментально. То есть, проверки, обоснованность, и пошло-поехало. И все там сразу делалось. То есть, да, я такое помню. Сейчас, где это делается? Ну, может быть, в какой-то другой стиле. В каких-то мелких структурах, наверняка. То есть, там, например, это может, там, и такое я видел, там, в торговых предприятиях, там, да, когда ты пишешь, и руководитель, там, или, там, помощник руководителя, если ты пишешь, и когда они видят не единичную твою жалобу, они видят ошибку системы в том, что твоя жалоба вообще появилась. Потому что любая жалоба – это сигнал о наличии в системе ошибки. То есть, с точки зрения управления. Я вам сейчас, как бы, с точки зрения теории управления говорю. То есть, любая жалоба – это сигнал о наличии ошибки в системе. Классно. Любой жалобщик – это золото, это ценное, как бы, он все время тебе сигналит о наличии ошибки в системе. Ты правишь эту ошибку, и система дальше работает идеально. Исалич, буквально полтора минуты остается. Я хочу, ну, тоже про функционера системы спросить, и про жалобы на него. 270 с лишним уже тысяч россиян проголосовали за отставку примерно 233. Да, и что? На сайте что-нибудь? Я тоже проголосовал. Тоже проголосовали? Не скрываю, да. У вас тоже возмутили все эти вещи, произнесенные? Ну, не только эти. Ну, я не из-за этого, потому что я Медведева давно считаю некомпетентным с точки зрения управления человеком, который, ну, у него недостаточно компетенции для занятия этой должности, которая предполагает управление хозяйством всей страны. То есть, вот и все. То есть, ну, я видел, что люди подписывают. Ну, давай я подписываю. Не потому, что он сказал, потому что то, что он сказал, это вопиюще, на самом деле. Потому что я знаю сегодня, я член Паппищевского совета физико-математического лицея, я с этими учителями встречаюсь, ну, не каждый день, но очень часто. Ну, у меня язык не повернется, как бы сказать. Их реакция возназвестна. Я, к сожалению, еще не виделся. Август все-таки, знаете, что время такое. Но я знаю учителей, которые больше, чем Медведев работают днями и ночами, чтобы заработать себе на... Потому что они работают в школе, потом они работают там дополнительно в небюджетных, так сказать, структурах, а потом еще и они там с ребятами занимаются дополнительно, там, качестве репетиторов. У них на личную жизнь и на свое здоровье остается очень мало времени. Это правда, да, это распространенная ситуация. Вот, поэтому, вот почему, как бы, жителей страны, или, там, учителей, или еще кого-то, я не беру тех, кто, там, воспользовался этой ситуацией, а там, что-то, типа, вот, он, там... А вообще тех, кто правильно, как бы, да, возмутился. Вот почему мы и возмутились. Вот почему я возмутился, как бы, вот этим. Потому что это только означает, это сигнал о его некомпетентности. Это говорит о том, что он не знает, что творится в стране. А это плохо. Если ты не знаешь, что творится в стране, решения, принимаемые тобой, они не основаны на реальных фактах. Значит, ты управляешь иллюзиями. Ну, управляй дальше, тогда иди лови покемонов. Рисалич, еще несколько секунд, но все-таки хочу спросить. Ряд экспертов высказывается за то, что после грядущих выборов все-таки Путик примет решение на полуобороны. Ну, я хочу сказать, что если Путин реально оценивает, как бы, принимаемые решения, их последствия, то он должен такое решение принять. Почему он до сих пор не принял этот вопрос, как бы, второй, но рано или поздно он должен такое решение. Если он не примет, то, ну, вы поймите, он же в том числе отвечает за этих людей в конечном итоге. Вот за всех этих людей он отвечает, которых назначал. И мы видим, что один за другим масса этих людей не оправдывает его доверие. Но нужно перестать оправдывать доверие одного человека, президента. Люди должны оправдывать доверие людей, их избравших. Сегодня они все ориентируются туда. Вот они должны сюда ориентироваться. У нас должен быть механизм, как это прописано в Конституции, влиять на эти процессы. Особое мнение завершается. Подходим мы к концу. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес.Информ». Всего доброго. До свидания. До встречи.